Здравствуйте, друзья! Сегодня интересный ролик о строительстве пруда для уток. Точнее, не только для уток, конечно же, но и для человека. Пруд мы построили настолько прозрачный, что впоследствии было принято решение уток переселить. Поехали! Объект интересен тем, что весь материал, который мы привозили на строительство, мы перегружали краном через забор. Не было подъездов, и заказчик принял решение строить пруд без временной дороги, без подъезда, а переваливая весь материал через забор. Пруд площадью 240 квадратных метров, площадь чаши около 320-340 метров квадратных, мощность приближающего слоя с учетом крупных камней около 400 кг на метр квадратный. Соответственно, друзья, около 150-200 тонн материала мы перенесли через забор на строительство. А выемка грунта получается в рыхлых клубометрах что-то около 400 кубов. Соответственно, около 500 тонн мы вынесли с участка. Для строительства пруда. Ну что ж, смотрим. Участок благоустроен, очень красив, все работы выполнены качественно, аккуратно. Поэтому, соответственно, и к нам было требование аккуратное производство работы. Участок огородили. Привезли машинку для съема рулонного газона. Весь газон сохранили, сняли. Полнородный слой порядка 300 сантиметров. И, соответственно, пообратите внимание, насколько качественный рулонный газон мы сняли. Порядка 5 сантиметров, ну, не менее 4 сантиметров плодородный слой рулона, который мы срезали. Все это перенесли на соседний участок и уложили. Вынули грунт минеральный, перенесли его краном через забор. За забором территория требовала отсыпки. Соответственно, в тех местах, где требовалась отсыпка, мы минеральный грунт складировали и спланировали. Почвы на участке суглинистые. На глубине 3 метра есть некоторое давление воды. Построили дренаж подэкранный. Но так как давление воды не активное, в качестве колодца мы использовали трубу 330 миллиметров. Та труба, которая используется часто для смотровых колодцев, ливневых систем, дренажных систем. Мы использовали эту трубу в качестве колодца для дренажа. Смонтировали колодец из этой трубы практически в пятне застройки пруда на самой окраине. И так как не было пространства достаточного, растут деревья. И далее мы гидроизоляцией обошли этот колодец и задекорировали камнем. И получилось, что колодец не проходит сквозь гидроизоляцию, но тем не менее, визуально он как будто внутри пруда находится. Тем самым мы сохранили пространство. И удобно пользоваться таким дренажным колодцем. В случае, если есть приток воды, коротким плечом мы можем его переливать в пруд в случае необходимости. Да, каким образом мы производили работы? Краном перенесли за забор мини-экскаватор. Мини-экскаватор без см3,5 тонн. Выкапывал всю чашу пруда. Грузил в контейнеры. Краном контейнер перекидывался за территорию и вываливался. Контейнер устроен таким образом, что когда меняем положение цепей, мы грунт вываливаем. Удобная схема, достаточно быстрая. Два контейнера. Один грузим, второй вываливаем. Две недели мы производили выемку грунта, планировку чаши, устройство дренажа. Далее положили подложку. Сшили единым куском, уложили подложку Дорнит. Полностью 400 грамм на метр квадратный. После этого мы уложили бутылку учуковую мембрану фирмы Firestone и непосредственно в котловане произвели сварку этой мембраны. Очень удобно. Всем рекомендую использовать бутылку учуковую мембрану. Удобно гидроизолировать непосредственно в котловане. Мембрана очень тяжелая. Квадратный метр чуть больше весит килограмма. Соответственно рулон, если мы берем рулон 450 метров квадратных, то более полутонный этот рулон весит. Если мы варим два таких куска, то это уже тонна и более. Это не очень удобно, поэтому удобно гидроизоляцию выполнять непосредственно в котловане. Мембрана гибкая, не требуется повторять чашу пруда. Просто формируем складки, которые не мешают строительству, не мешают эксплуатации. Местами даже помогают. На границе среды переход с грунта на бетон, переход рельефа. Мы можем сложить технологическую складку на будущую деформацию. Это, опять же, преимущество для данной мембраны. Например, с полиэтиленом, с ПВХ, с полимилбутералем этого сделать невозможно. С полимерным битом это невозможно. Только с каучуковой мембраной. Далее, по каучуковой мембране укладываем приближающий слой. Дно мы выложили камень на раствор, чтобы можно было очистить пруд от иловых отложений и в качестве декорации. Все берега уложили камнем на раствор до мелководной зоны, до высоты полуметра. До глубины полуметра весь камень уложен на раствор. Плоский песчаник уложен на раствор. Выше глубины полуметра все камни лежат в сухую. Камни крупной фракции уложены. Какие-то камни очень большие, по полтонны, по тонне уложены также краном. Какие-то камни по 30-40 кг уложили вручную. И они лежат под собственным весом, без связующих, без раствора. Построили по периметру пруда. Построен биофильтр с высадкой высших растений. Прошло 2 года. Посмотрите, как пруд выглядит сейчас. Уже высажены растения, они разрослись. В пруду сидит карп кои. Несколько десятков особей, крупных карпов. Их активно кормят. Пруд при этом достаточно чистый, прозрачный. Но должен сказать, что если в пруду много рыбы, все-таки и хотите иметь прозрачную воду, он требует обслуживания. Нужно иловые отложения откачивать и камни чистить от нитевидных водорослей. И регулярно очищать иловые отложения, промывать фильтры и так далее. В данном пруду у нас биофильтр с высшими растениями и фильтры механической очистки. Стоит также омеднитель. Так как рыбу не используют в пищу, мы поставили омеднители для борьбы с нитевидными водорослями. Также произведена установка системы озонирования для осветления воды. Обратите внимание, насколько чистая вода. Особенно, когда включаем подсветку. У нас есть несколько фотографий, когда вода еще была мутная. И есть отблески, и это видно. Потом вода очистилась, она идеально прозрачная стала. Она на самом деле стала еще чище, но у нас нет фотографии максимальной прозрачности пруда. Вода была просто как в бассейне, с подсветкой. Когда мы садим рыбу в пруд, камни обрастают нитевидными водорослями, обрастают биопленочкой. Камни темнеют. И уже нет такого эффекта бассейна, нет отражения света в воде, отражения от стенок. И, конечно, эффект бассейна, он уходит со временем, именно потому что камни темнеют. Но вода при этом идеально прозрачная, дно видно, рыбу видно. Я забыл сказать, друзья, что мы выполнили монтаж системы аэрации. Применили доноэраторы с полиэтиленовой мембраной. Доноэраторы применяют в системах бытовой канализации, в профессиональных системах очистных. И характерны тем, что очень маленькие отверстия в мембране. И, соответственно, когда падает давление воздуха изнутри, эти отверстия схлопываются и не пропускают воду внутрь мембраны. Соответственно, эти аэраторы, аэрационные модули, они внутри сухие. Это большое преимущество. Также построили мы ручей и небольшой каскад в данном пруде с подсветкой. Посмотрите, как это выглядит. Установили береговые скиммеры фирмы Акваскейп, производства США. Удобны тем, что у них есть декоративный камень и регулирующая шторка. Также рекомендуем использовать неплохие скиммеры Savio 120. Данный пруд заказчик применяет для купания и для разведения декоративных карпов коэль. С удовольствием кормит рыбу и наслаждается красивой водой на своем участке. Друзья, хочу сказать, что мы активно развиваем нашу сеть ВКонтакте, Телеграм-канал. Подписывайтесь. В силу того, что YouTube, возможно, скоро замедлится и будет неудобно им пользоваться, Всех приглашаю на свой Телеграм-канал, ВК, Дзен. Все в описании канала этого ролика. Заходите. За всем прощаюсь. Строим будет правильно. Я традиционно, друзья. Желаю всем добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова